В эфире программа «Новая школа» в студии Арина Смолякова. Здравствуйте! Сегодня мы поговорим о проблеме обучения детей с ограниченными возможностями. Этой теме уделяется очень много внимания не случайно. Это очень сложная задача для педагогов, потому что проблемы у этих детей подчас бывают серьезные, и их сложно, может быть, даже невозможно полностью ликвидировать, но, тем не менее, нужно учить этих детей, давать им хорошее образование, выпускать их в жизнь, чтобы они могли работать, могли жить полноценно и реализовывать себя в творчестве, в науке. На конференции, которая проходила этим летом, наш корреспондент побеседовал с педагогами, психологами, социальными работниками, разными людьми, которые участвуют в одном большом и важном деле – работе с детьми-инвалидами. Давайте посмотрим, что они рассказали. С какими основными проблемами приходят к вам люди? Что в основном их волнует? Я имею в виду и физические проблемы, и, может быть, ментальные, и психологические. Основные проблемы, я так думаю, и, собственно говоря, наши подопечные об этом говорят, это стремление найти друзей, единомышленников, стремление найти себе занятие по душе, чему-то научиться, расширить свои интересы, расширить круг, жизненный круг. Мы образовательный канал, поэтому в первую очередь нас, конечно, интересуют дети, младшая школа, дошкольный возраст, средняя школа, старшая школа. Расскажите, что интересного есть у вас для этого возрастного среза? Пожалуйста. Ну, у нас есть группа детей с даун-синдромом. Она не очень большая, там 15 человек. Но для такого заболевания это, в общем, нормальное количество людей. Они занимаются у нас театрализацией. Они занимаются, вообще эта группа сформировалась сначала на интересе к физическим занятиям, потому что, ну, подвижность, стремление как-то укрепить физическое здоровье родителей подвигло прийти в наш коллектив. А потом родители решили, что мало только заниматься аэробикой, другими видами спорта. Дети развиваются, дети хотят чего-то большего, а иногда даже больше родителей чего-то хотят. И к нам повезло, одна из мам имеет театральное образование, она актриса, режиссер. И она сказала, что давайте сделаем вот такой коллектив. И вот мы уже начали там музыклы маленькие делать. И счастливы как дети, так и родители, бабушки, дедушки. И это очень здорово. И это интересно. Люди, вот зрители, ну, вообще мало знакомые с проблемами инвалидности по этому заболеванию, они, конечно, очень удивляются тому, что дети могут показывать такие вещи, что они и танцуют, и поют, и двигаются прекрасно на сцене. Продолжая как раз разговор, то, что сейчас Вы сказали, а вообще отношение к инвалидам, к детям-инвалидам в нашей стране, как Вы думаете, поменялось оно за последние, ну, скажем, хотя бы 15 лет, на Ваш взгляд? За последние 15 лет, конечно, безусловно, поменялось. Я могу привести пример, как первые года, когда мы собирали группы, у нас в группах были дети и здоровые, дети с ярко выраженными нарушениями физическими, и ко мне подходили родители и говорили, уберите этого ребёнка из группы, я не хочу, чтобы моя девочка сидела там с ребёнком с даун-синдромом, или с ребёнком, который плохо слышит. Сегодня уже такого нет, но, к сожалению, всё-таки есть ещё моменты, когда и пальцем показывают, и за спиной хихикают. Вот у нас, например, есть такое мероприятие, мы два раза в месяц проводим дискотеки для молодых инвалидов. Вы знаете, когда первый раз мы начали это делать, вот после первой дискотеки я рыдала, наверное, с неделю, потому что вот увидеть молодых людей, которые, в общем-то, ну, так же хотят любить, быть любимыми, увидеть вот такое количество в одной группе людей с ярко выраженными физиологическими проблемами было очень тяжело. Ну, собственно говоря, это было начало моей работы вообще в этой области, поэтому такое психическое потрясение, эмоциональное потрясение было для меня, конечно, очень большое. И я знаю, что многие люди, когда впервые приходят и видят, как танцуют, вот, например, у нас была последняя выставка прикладного творчества, и один из родителей нашего молодого человека, он играет на духовых инструментах, джазист, и он выступил на этом концерте, и ребята, которые на костылях, на колясках, вышли в круг, начали танцевать и начали веселиться, они чувствовали себя совершенно искренне и совершенно свободно и спокойно, выражали свои радостные эмоции по поводу хорошего настроения, хорошей выставки, что те люди, которые у нас были приглашены, вот я видела многих женщин, которые сидели там с платочками у глаз, и для них это было действительно вот такое потрясение. Когда они находятся в школе, в образовательном учреждении, они испытывают достаточно большое внимание и со стороны педагогов, и специалистов, и родителей. А потом наступает такой момент, они выходят из школы, и начинается вот это вот ужасное состояние, никчемности. У них нет профессии, и у них перспектив на работу тоже достаточно мало. И вот это вот безвоздушное пространство, в котором они оказываются, потому что семья, она утомилась, она устала. Родители тоже получили множество болячек за это время. А потом наступает такой момент, когда они испытывают уже потерю интереса к выздоровлению, они уже не верят, что можно что-то сделать. И поэтому вот эти молодые люди, они остаются один на один со своей проблемой. И вот для них, я думаю, что нужно, вот мы занимаемся пропагандой работы с инвалидами среди своих учреждений культуры, и вот я всё время об этом говорю, что привлекайте молодёжь. Пожилые люди с инвалидностью, они уже в этой жизни привыкли к своим проблемам, они нашли свои ниши, свой интерес, они его нашли, они его развивают. Молодые находятся в безвоздушном пространстве, им нужны друзья, им очень нужно занятие. Поэтому давайте помогать. Ребёнок, когда получает индивидуальную программу реабилитации в Бюро медико-социальной экспертизы и признан инвалидом, он обращается, родители этого ребёнка, обращаются в Управление социальной защиты населения по месту жительства. И уже специалист управления, ответственный за реализацию индивидуальных программ реабилитации, направляет эту семью в учреждения социального обслуживания по месту жительства семьи. Это и реабилитационные центры социального обслуживания, комплексные центры социального обслуживания, центры социальной помощи семье и детям. Специалисты, ответственные за реализацию программы реабилитации в этих учреждениях, Каждый в своем направлении разрабатывает план реализации индивидуальной программы реабилитации, который включает несколько крупных блоков. Первое – это мотивация психолога на реализацию программы реабилитации, работа с ребенком, диагностика, коррекция личности ребенка и работа с семьей. После этого с ребенком работают специалисты реабилитационных центров непосредственно по реабилитации. Срок реабилитации программы рассчитан от месяца в зависимости от заболевания до одного года. Кроме того, у нас в автономном округе применяются такие технологии, как реабилитация по путевочной системе мать и дитя, где семья 4-3 раза в год выезжает в реабилитационный центр не по месту жительства, а в стационарных условиях получает комплекс услуг по реабилитации. Для детей, которые проживают в отдаленных, труднодоступных населенных пунктах и не имеют на территории проживания реабилитационных центров, у нас действуют мобильные бригады социального обслуживания, и в каждом учреждении действует служба домашнего визитирования. Если ребеночек по состоянию здоровья, имеющий множественное тяжелое нарушение, не может посещать реабилитационное учреждение, то бригада специалистов, включающая специалиста по социальной работе, медицинского работника, логопеда, реабилитолога посещают эту семью на дому. И весь комплекс мероприятий проходит в домашних условиях. Ну вот таким образом у нас построена система реабилитации. На Ваш взгляд, эти проблемы в основном медицинского или социального характера? Ну вообще инвалидность – это проблема социальная, потому что человек, имеющий инвалидность, должен быть мотивирован, первое, к реабилитации, к получению профессии и дальнейшему трудоустройству, и второе, он должен себя ощущать полноценным членом общества. И независимо от того, находится он на инвалидной коляске, какие-то органы у него неполноценно работают, он все равно полноценный гражданин общества. И мы должны снимать все барьеры, и инвалиды себя должны чувствовать нормальными людьми. Скажите, пожалуйста, с какими основными проблемами чаще всего к Вам обращаются дети? Какие основные? Кто Ваши основные клиенты? Так как социальные службы реализуют закон о социальном обслуживании, то клиентами нашими являются граждане, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Ситуации эти разные. Как говорил Лев Николаевич Толстой, все счастливые семьи похожи друг на друга, а каждая несчастная семья несчастлива по-своему. Поэтому для разрешения всех этих трудных жизненных ситуаций, потому что это, как правило, комплекс проблем, инвалидность, малообеспеченность, отсутствие жилья, отсутствие работы, отсутствие средств к существованию. Мы эти проблемы стараемся решать комплексно. Мы предоставляем услугу, комплексную государственную услугу, инвалидам и лицам с ограничением жизнедеятельности одним-единственным методом, методом физической культуры и спорта. Скажите, с какими проблемами, с какими нарушениями совершенно точно можно и нужно бороться? За что Вы, грубо говоря, беретесь? И где есть особые результаты? Особые результаты? Ну, я думаю, что очень серьезная проблема сейчас существует. Это проблема нарушения осанки. Это могут дети быть, дети-инвалиды могут быть, и могут быть дети, не имеющие инвалидности, ослабленные. Но это та проблема, которая решается исключительно методом физической культуры и спорта, то есть лечебной физической культуры. И мы такие занятия проводим. Это занятия в основном проводятся лежа, в классах. Это могут быть индивидуальные занятия или малогрупповые. То есть особые какие-то случаи, это, конечно, индивидуальные занятия. Да, то есть вот этот поток очень большой, к сожалению. Да, очень много у нас детей, которые имеют нарушение осанки. Скажите, пожалуйста, с какими основными проблемами чаще всего Вы сталкиваетесь в своей работе? Ну, наша работа, она такая достаточно широкая. Мы работаем, с одной стороны, помогая создавать нужные службы, с другой стороны, мы непосредственно работаем в семье, мы консультируем родителей, помогаем им лучше понимать и заниматься со своими маленькими детками. Поэтому проблемы тоже разные. Вот проблема, если мы думаем о службах, она заключается в том, что мы на сегодняшний день все-таки в России используем достаточно, как бы это сказать, политкорректно, старые подходы к маленьким детям и к детям с нарушениями. У нас очень много досуговой активности, много каких-то дополнительных, там, не знаю, выездов летом куда-то. Но вот непосредственно программы, которые бы меняли жизнь ребенка, которые помогали бы ему лучше адаптироваться в обществе, не отставать в развитии, иметь возможность посещать школу или дошкольные учреждения, программы, которые были бы построены на точной оценке того, что, собственно, ребенком происходит, там, есть ли у него нарушение эстетического спектра, или у его мамы есть, там, послеродовая депрессия, или еще что-то. Да, у таких программ достаточно мало. Скажите, пожалуйста, что самое важное и самое трудное в вашей работе? Самое важное в том, что это, наверное, самое интересное, что вообще можно делать. Маленькие дети, родители, необыкновенный потенциал, необыкновенные возможности. Самое трудное, наверное, отсутствие современных знаний у специалистов. И старые программы, которые должны меняться. И мы очень рады, что вообще дело меняется. Скажите, пожалуйста, а это действительно такая проблема? Такие маленькие дети и такие большие проблемы? Сейчас стали выживать дети, которые не выживали еще 30 лет назад. И в нашей стране изменились законодательно данные о том, кого мы считаем выжившим. И те дети, которые раньше просто погибали, они сейчас живут. Им ничего в общем жить не мешает, им нужны программы помощи. И их родителям тоже нужны программы помощи. И эти люди будут жить долго. И таких людей будет больше. Потому что мы знаем только в очень отсталых, очень бедных странах совсем нет детей с инвалидностью. За последние полтора-два десятилетия многое изменилось. Инвалидность уже далеко не всегда оказывается приговором. И с помощью современной медицины, педагогики, физкультуры очень многие проблемы удается решить, очень многое удается исправить. Об этом должны знать и родители, и учителя. Дети занимаются у нас и с задержкой психического развития, и с ментальными нарушениями. Конечно, основная проблема у родителей, которые к нам обращаются, сделают так, что когда дети вырастут, чтобы они могли быть адаптированы к жизни, потому что родители не вечны. И чтобы они спокойно могли быть за своих детей. Сотрудничаем с образовательными учреждениями, коррекционными и с учреждениями социальной защиты населения. Тоже наши программы помогают государственной программе развития таких детей. И отслеживаем каждого ребенка. На каждого ребенка у нас составлен паспорт участника занятий, где мы видим динамику эту. И мы можем ее показать как родителям, так и законам представителям детей. Я имею в виду, если это из учреждений, дети. Вы сейчас заговорили об адаптации ребенка к дальнейшей взрослой жизни. Расскажите, пожалуйста, что, на Ваш взгляд, необходимо сделать в первую очередь, чтобы решить эту действительно очень сложную проблему? Проблема есть разрыв между образованием и дальнейшим устройством. Вот если сделать такой комплексный подход, и неразрывность была обучения, тогда проблемы могли бы решаться более полно, что ли, более лучше. Когда ребенок учится, он растет, чтобы он овладел профессией, чтобы он мог устроиться по выбранной профессии или по той профессии, которую он может освоить. Расскажите, отношение к инвалидам, к детям-инвалидам в нашей стране, какое оно, изменилось ли оно, каким оно должно стать, наконец-то, на Ваш взгляд? Я не знаю, к сожалению, как оно изменилось, но на своем опыте могу сказать, потому что мы не правдилки исследований, на своем опыте могу сказать, что отношения ровные, адекватные, и менять надо не только отношение к инвалидам, но и отношение инвалидов к социуму, потому что они такие же полноправные члены общества, и они должны Тоже трудиться, не только что-то принимать, и они трудятся у нас, детки, чтобы стать лучше, сильнее, чтобы уметь общаться, чтобы уметь взаимодействовать не только с детьми, не только со взрослыми, но и с младшими детьми, потому что они тоже будут когда-то старшими. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Гульжан, ну, расскажите вначале о своей методике, которой вы пользуетесь. Ну, я начну с того, что я работаю в школе восьмого вида, которую посещают дети с нарушенным интеллектом. И они и в этой школе подразделяются на лёгких и на сложных. Вот у меня, дети, сложная структура дефекта. У вас самая сложная категория учеников, да, получается? Да, это небольшие классы, 5-7 человек, но, как правило, 5 человечков. Но это дети с такими диагнозами, как синдром Дауна, детский аутизм, это поведенческие реакции неадекватные, это дети ДЦП. И вот с этими детьми надо находить вот что-то общее, чтобы можно было вести урок, поскольку они ходят в школу. Это не собес, это не соцобеспечение, это школа. И от нас, как бы, как от учителя, я должна дать урок. И они должны получить определённое образование. Конечно, пусть это будут минимальные, элементарные какие-то знания, но они должны их получить. Конечно, это сложно. И из своего опыта логопеда я взяла методику мнемотехники. Логопеды дошкольных учреждений замечательно используют эту методику, эти приёмы. Эту методику разработала, как я считаю, Татьяна Александровна Ткаченко, замечательный логопед и преподаватель. И вот я из этого опыта своего дошкольных учреждений взяла и перенесла его в свой класс. Что помогает эта методика? Конечно, дети у меня не речевые. То есть они не всегда даже понимают мою речь. И чтобы помочь им, что такое мнемотехника? Это схематическое изображение предметов. Допустим, я спрашиваю, какая сегодня погода? Они ответить не могут. Но они могут найти картинку, на которой изображено дерево, наклонённое от ветра. Или дождь, картинка с дождём. Это всё в чёрном-белом варианте. То есть они мне не говорят, они мне показывают картиночку. То есть они осознают, что вы спрашиваете, да? Да, да. Вот на этом уровне идёт понимание обращённой речи. А, конечно, мнемотехника ещё помогает уже более в дальнейших планах. Это уже развитие связанной речи. Это описательные рассказы. Эта мнемотехника помогает. Фрукты, овощи. По всем лексическим темам можно составить описательный рассказ. Дети это берут с удовольствием. Но на начальном уровне, на начальном этапе, вот у меня первый класс сейчас, конечно, этого не будет. Это только понимание речи. Какая погода? Они мне выбрали картинку. Какой день недели? Они выбрали определённую картинку, как в календаре, когда там буковками обозначено. Но этому их надо научить. Они сразу не выберут. Им опять надо дать это понять, что это обозначает. Скажите, а вот вы можете привести пример, когда благодаря этой системе произошёл серьёзный прогресс? Например, ребёнок, у которого по диагнозу ему предвещали такое будущее, что он ничего вообще не сможет делать. А у вас этот ребёнок стал достаточно, ну, по крайней мере, стал разговаривать, понимать. Ну, я с такими детками работаю не так давно вообще. До этого два года, и вот сейчас третий год. Ну, вот те детки, которые у меня были до этого года, их считали вообще очень сложными. Но по этой методике они вот научились элементарному. Элементарному. Я говорю, допустим, яблоко круглое. И они могут найти этот круг по мнемотехнике и показать, что яблоко круглое. Отобрать ещё. Речи нет. Я не могу сказать, что они начали разговаривать, но они начали понимать и что-то отбирать. Это уже плюс, это уже динамика. Для них это большой шаг. Для таких детей это большой шаг. Понять, найти и показать. То есть это позволяет им уже что-то понимать. Конечно, конечно. А вообще, вот как мы думали, администрация нашей школы, там, из метод-центра методисты. Ведь это можно использовать и в жизни. Родители могут это использовать. Родители не вечные. Но дети-то остаются. И вот у нас такая мысль была, что приучать детей, допустим, пойти в тот же магазин, который находится рядом с домом. Ребёнок не может сказать, но ему можно нарисовать. И он пойдёт в этот магазин и возьмёт то, что нарисовано. Булка, молоко. Но прежде, конечно, опять же, надо учить. Прежде чем дать эту картинку, ребёнка надо отвезти в магазин, показать. Вот на этой полке вот это лежит. Там вот это лежит. Чтобы он пошёл и знал, на какой полке что брать. То есть это тоже уже идёт о социализации и адаптации ребёнка в жизни. Вот вам, наверное, ну как никому приходится сталкиваться с серьёзными проблемами обучения. Как вы считаете, что нужно делать, чтобы школьники лучше усваивали поток информации, который становится всё больше? Ой, поток информации. Ну опять же, я за то, чтобы было меньше детей в классе, это раз. Ну опять же, идёт компьютеризация. Все эти смарт-доски, да, эти сенсорные доски сейчас, их столько много. И школы настолько оснащены этими, как сказать, техническими средствами, да, что да, учитель может это использовать, и это пойдёт во благо. Но опять же, тут надо соблюдать, наверное, какие-то нормы, что нельзя на каждом уроке использовать это всё. То есть какие-то ограничения должны быть. Дальше, ну что ещё можно? Я всё думаю вот о развитии речи, опять же, да, поскольку, ну это больной вопрос, я считаю, вообще. Ну сейчас вообще плохо, да? Да, да, да. Развитие речи. Возможно, это какие-то совместные экскурсии, но это уже старые все методики, да, экскурсии, походы, поездки. И не только учитель и ученик, а это учитель, ученик, родитель. То есть вот в этом должно быть комплексе. То есть включение родителей. Да, включение родителей обязательно. Чтобы родители видели, знали, как он себя ведёт, как он разговаривает, общается. А не так, что привёл в школу и потом забрал из школы и забыл спросить, какие оценки получил и как учился вообще. Бывает всякое, правда? На этом наша программа заканчивается. Напоминаю, что сегодня мы говорили о проблеме обучения и социализации детей-инвалидов. С вами была Арина Смолякова. До свидания. Всего вам доброго.